Всем привет! Хочу сегодня рассказать вам о своем автоматизированном доме Xiaomi, в котором используется примерно 40 с лишним приборов. В настоящий момент на столе лежат только те приборы, с которых вы можете начать. В чем это выражается? Это выражается в следующем. Основа умного дома это шлюз. Шлюзы бывают разные. Недавно вышел шлюз, который поддерживает даже HomeKit на айфоне. Какие бывают еще шлюзы, я покажу на видео, будет фото где-нибудь справа или слева. Эти шлюзы руководят, так скажем, или организуют весь умный дом. Но вот эти приборы, которые стоят сейчас на столе, не нуждаются. Или, скажем так, могут использоваться без шлюза. Цена шлюза любого от полутора тысяч. По-моему, от 22 долларов и до 45-50 долларов. Последний вот HomeKit, который, он 45-больше доллара. Также шлюзом может являться камера. Но не такая, немножко другая. Она тоже будет на фотографии сверху видео. Значит, ну и повторю, какие бывают приборы. В первую очередь это умные лампы. Умные лампы бывают с соколем Е14 и Е27. Е14 переходник на Е27 можно использовать также. Вот эти две лампы, это лампы от Philips. Вот эти две, E-Lite, это Philips. У Е-Lite есть две лампы еще более мощные. Эти, допустим, 9 Вт и, по-моему, 11 Вт. Цена у них примерно одинаковая. Самые дешевые являются Philips лампы. Их цена примерно 600 рублей. Это где-то 900 рублей. Я цены называю самые низкие. То есть, если вы подписаны на нашу группу либо ВКонтакте, либо в Фейсбуке, либо в Инстаграме, ну, любая наша группа, Xiaomi, Россия, OFF. В этих группах мы распространяем купоны и цены указаны, ну, цены, как стараемся находить самые дешевые. Нам дают купоны Banggood, дает Gearbest. Поэтому, ну, рекомендую настоятельно подписаться. Итак, поехали дальше. Значит, Philips, я сказал, 600 рублей. Эти Philips примерно 1000 рублей. Эти примерно, цветная, 1500 рублей. Это примерно 1100-1200. На заднем плане у нас расположены приборы, которые, ну, скажем так, тоже используются мною, но они не умные. Это светильнички, ночнички. Ой, ему темнота нужна, чтобы загореться. Вот такого плана. И светильничек-ночничок вот такого плана. То есть, это два разных светильничка. Один имеет крючок, переключение. Но самое интересное в нем, это то, что он перезаряжаемый. Если в этом светильнике мы имеем три батарейки формата АА. Так. Эти светильники можно использовать, ну, как дубликаты, что ли. У меня, допустим, они стоят. Вот этот в шкафу висит, этот лежит в шкафу. Ну, там, где лежат вещи, где иногда темно, и нужно включить его. Он не задействован в умном доме. Вот такие светильники можно, я говорю, раскидать где хотите. Так. Сторону буду убирать. Если какие-то вопросы возникнут, обязательно спрашивайте в комментариях. Я отвечаю, стараюсь быстро отвечать. Ну, в принципе, всегда отвечал быстро. Про светильники много не буду рассказывать, ну, потому что они не очень умные. То есть, здесь магнитик есть. Здесь двусторонний скотч. Можно вот пленочку оторвать, приклеить. То есть, можно его просто класть в шкаф, можно этот вешать, я уже сказал. Также не умные у нас есть вот такие термометры. Значит, эти термометры задействованы по протоколу Bluetooth. Вы видите, да? Видно? Ну, я надеюсь, видно. По протоколу Bluetooth. Шлюзом для них является вот эта камера. Эта камера, ну, собирает приборы Bluetooth. Какие еще бывают приборы Bluetooth? Я размещу на видео, если мне попадутся. Сейчас пока не могу о них сказать. Так. Эти приборы также вешаются, будет на фотографиях, как он вешается. На батарейке маленькой 3А. Они измеряют влажность, они измеряют температуру. Они, в общем-то, очень чувствительные такие. Прямо в руку вот берешь, влажность изменяется. Это не умные приборы. Они видны. Вот этот, виден в Mechoma. А, да, значит, кроме шлюзов, их объединяет всех программа на Android и iOS в Mechoma. О ней расскажу позже. Вот эти приборы видны в Mechoma. Вот эти светильники не видны нигде, они просто используются как ночники. Цена на них примерно 900 рублей, примерно 600 рублей. Любая из ламп подключается к программе Mechoma. В этой программе вы можете создавать сценарии. Сценарии могут быть абсолютно любыми. Допустим, включиться по времени, включиться в определенный день недели, включиться, ну, там, как еще. Что-то произошло, если... Сейчас пока мы не задеваем другие датчики, о датчиках пойдет речь дальше. Также мы можем использовать умные розетки. Значит, умные розетки бывают двух протоколов. Это протокол Wi-Fi. Есть еще протокол Zigbee. Отличие этих батареек, переходники, естественно, у всех, практически у всего оборудования от Xiaomi, от Agar, имеются, ну, в смысле, переходники нужны. Значит, давайте посмотрим, сразу отличие я вам покажу, протоколы розеток между Wi-Fi и Zigbee. Вот обратите внимание, одна из них чуть меньше, ой, ну, чуть уже. То есть, вот это протокол Zigbee, это протокол Wi-Fi. Вот эти розетки не требуют шлюза. Они могут работать без шлюза. Также на них можем составить любые протоколы. Переходники могут быть разные, какие вам удобны. Ну, я беру, чем меньше тройничок, тем лучше. Так, с Zigbee разобрались, к ним придем позже. Как можно задействовать умную розетку? Умную розетку можно задействовать на любой из ваших приборов. Допустим, у меня задействованы кофеварка, там, вентилятор. Ну, любой из ваших приборов, любая неумная лампа, любая, светильник, начник, все, что вставляется в розетку, все можно задействовать с помощью вот этих розеток. Также существует умный тройник. Он имеет кнопку, вот все, обратите внимание, все удлинители имеют значок Wi-Fi и вот такую кнопочку. Если кнопка физическая, я покажу на фотографиях, она переключается вот таким чик-щелк, чик-щелк, челк-щелк, это неумный будет. А вот если вот такого плана, с кнопочкой и со значком Wi-Fi вы увидите в магазине, то вы можете смело покупать. Он также подключается к Mi Home, также виден. Здесь виден расход электроэнергии на фотографии, сбоку будет показано, как это будет видно. Вот эти все, то, что я перечислил, используются, повторяю, без шлюза, но с программой Mi Home. Программу Mi Home мы устанавливаем на телефон. Также можно, вот обратите внимание, одна из лучших камер, рекомендую всем, очень хорошая, стабильно работающая, прекрасно работающая. Можно использовать USB флешку, можно использовать карту памяти. Здесь есть магнит, она примагничивается, можно ее ставить и кверх ногами, можно двигать как хотите. То есть одна из лучших камер. Я не буду ударяться в подробности работы этих камер, на канале есть обзоры на них, смотрите плейлист Умный дом, там все есть. Значит, ну вот я сказал, одна из моих лучших камер, вот прям рекомендую. На втором месте у меня стоит, а, вот эта камера стоит примерно 1100 рублей. Вот эта камера немножко, ну, скажем так, посложнее, поинтереснее, может быть еще что-то, ну такая уже более навороченная. Плюс она является Bluetooth шлюзом для вот таких приборов. То есть если вы купите такой прибор, вы можете его использовать, чтобы его видеть в Mi Home, только с таким шлюзом. Нет, шлюз может быть другой, шлюз может быть другая камера или шлюз еще какой-нибудь, я могу на видео показать, ну, будет фото. То есть, если хотите видеть Mi Home, к этим градусникам, нужно покупать обязательно какой-то шлюз. Либо можно просто использовать, без проблем, просто видеться и все. Ну, не видеться, а просто используете, смотрите на него и все. Значит, по камерам еще раз повторяю, подробно ничего не буду рассказывать, потому что есть отдельный обзор, смотрите плейлист Умный дом. Камеры пошли дальше. Одно из лучших, ну, для меня, по крайней мере, приобретений к Умному дому, это является универсальный инфракрасный пульт. Вот такого плана, он стоит примерно 22 доллара, по-моему, сейчас. В Китае он стоит там 80 юаней. Ну, кто может подпадать в Китае, пожалуйста. Кто не может, еще раз повторяю, не забывайте о группах Xiaomi Russia. Значит, что может этот универсальный пульт? Этот универсальный пульт заносите сюда любой из пультов инфракрасных вашего дома. У меня занесен вентилятор, все телевизоры, DVD. Ну, абсолютно все, что имеет пульт инфракрасный. А есть еще пульты, блютуз-пульты и 244 МГц, что ли, они сюда не заносятся. Все это видно в программе MeHome. Покажу, как фотография будет. Использую для включения удаленно. Этот прибор можно оставить дома. Он 360 градусов вокруг себя включает любую технику, которая находится в этой комнате. Конечно, самое лучшее покупать такой универсальный пульт в каждую комнату. Либо, если у вас студия, то это вообще прекрасно. Поставили где-то посредине, он будет включать все абсолютно технику. Еще раз повторяю, включает удаленно. То есть, если вы ушли и забыли выключить телевизор, для вас это не проблема. Вы в любом месте, где есть интернет, выключили, включили, переключили. И все, что хотите, можете сделать с теми приборами, которые имеются у вас в доме. Если остались какие-то вопросы, задайте в комментариях. Переходим дальше. Не хочу просто толкаться на одном месте. Следующее приобретение. Перейдем, наверное, все-таки об этом рассказал. Перейдем все-таки к шлюзу. Подробнее. Шлюз, естественно, есть G2A1, это G2A2. Они внешне ничем не отличаются. G2A1 сейчас в продаже, наверное, найти уже невозможно. И, в принципе, ничего страшного. Это более современный. Здесь функции есть. Охрана. Светильника. Радио. В настоящий момент работает любое, ну не любое, а почти все русские радиостанции. Как это сделать, смотрите в плейлисте «Умный дом». Там есть отдельное видео. Переходник, естественно, нужен обязательно для того, чтобы вставить в розетку. Либо используйте китайские розетки, и тогда вставляете без проблем. Да, все. Можно использовать, я слышал, что некоторые используют с умными розетками. Допустим, кому-то нужно перезагрузить его, или еще что-то сделать. Вставляете в умную розетку, пожалуйста. У меня как-то проблем не было, и я использую его так. Без привлекений. Это не ротор. Абсолютно, наверное, нет разницы, какой вы роутер мне будете использовать в своем умном доме. Ну, или в автоматизированном доме, как говорят некоторые. Этот прибор нравится мне следующий. Да, мало в него LAN-портов. Можете выбрать другой роутер, у вас будет больше. Питание 5 вольт. Этот роутер у меня, роутер Mi Rooter 3A. Он также виден в программе Mi Home. Абсолютно гибкие настройки, четкие, понятные. На русском языке программа есть на телефон Mi Rooter. Например, если кому-то надо, брендам ссылку, скачаете. А вообще, рекомендую пользоваться сайтом. Можно его перезагружать по времени. Допустим, я знаю, что в 3 часа ночи, ну точно никто не пользуется интернетом. В 3 часа ночи он в очередной раз может перезагрузиться. Не может, а перезагрузиться обязательно, как я ему поставил и сделал. И, ну, если вы знаете, любая перезагрузка роутера приводит сеть в порядок. То есть, вот, допустим, раз в сутки он это делает. Что еще по роутеру? Ну, я еще раз повторяю, мне очень удобно, что я могу удаленно. В программе Mi Rooter на андроиде, на iOS, возможно, я тоже не проверял. Все, что хотите. Будет интерфейс, рядом фотография, покажу, что там. Видны все приборы, какие подключены на настоящий момент, какие оффлайн. Какие приборы можно отключить, если вам кто-то не нравится, или что-то вы кому-то хотите ограничить скорость из своих приборов, из своих домашних, из своих гостей. Есть гостевая сеть отдельная. Сколько хотите трафика, можете туда отдать. То есть, я еще раз повторяю, когда я купил Mi Rooter, все депелинки, делинки, какие у меня были, все пошли в рутиль. Это, еще раз повторяю, подробности вы сегодня особо не услышите. На все это есть обзоры, смотрите в плейлисте «Умный дом». С роутером, я считаю, закончили. Я еще раз повторяю, отличное приобретение. Любой Mi Rooter. Рекомендую всем своим друзьям. Ну и подписчикам, естественно, тоже. Что еще можно использовать без шлюза? Вот, допустим, не поверите, это приставка Mi Box 4. Вы можете любую другую приставку. Mi Box 3, там, International. Любая приставка видна в программе Mi Home. По Mi Home будет отдельное видео чуть дальше. Тоже можно, ну, практически там, делать скриншоты с телефона. И все, и передавать с телефона видео на нее. То есть, я считаю, для «Умного дома» тоже хорошее приобретение. В этой приставке можно видеть камеры. То есть, любую из камер он показывает. В этой приставке можно включать любой свет, который у вас есть в «Умном доме». То есть, приставки отдельное приложение стоит. Оно там называется как-то непонятно, H24. Ну, как кодек для видео, что-то подобное. Но я поставил на приставку отдельно приложение Mi Home. Без проблем обновляется, без проблем все видно. Но, единственное, работать нужно с мышкой. То есть, приставка лучше работать с мышкой. Мышку можно использовать хоть проводную, хоть беспроводную. Так же и клавиатуру. Так, я считаю, идеальное приобретение для «Умного дома». Но, есть один минус. Блютуз-пульт. Эта приставка не имеет инфракрасного входа. То есть, видите, да, нигде нет окошка, в которой входит инфракрасный вход. Я по своей наивности купил пульт для такой приставки-трешки, для третьей модели, инфракрасный пульт. Он, естественно, не понял, был все. Для чего мне нужно, чтобы пульт, чтобы его заложить вот в этот, в универсальный пульт. Этого не получилось. Мне это нужно было для того, чтобы включить приставку. Допустим, там, нажал на кнопку или что-то сделал в определенное время по сценарию. Должна включиться приставка, телевизор LG, там, колонки, все-все-все-все. Я вышел следующим образом. Раз пульт, мы входим сюда. То есть, это инфракрасный, это блютуз-пульт. Они не могут соединиться. Я соединил приставку от питания к умной розетке. Пришел, включил, нажал на кнопку, все включилось. Телевизор, приставка. Остается найти фильм, который вы хотите смотреть или там, полазить в интернете, или там, поиграть, все, что хотите. Все включается одной кнопкой. Дело в том, что я смотрел видео с прута, где он говорит, ну что это за умный дом сяом, ничего не включается, ничего не выключается. Все абсолютно включается. Дайте мне задачу, что вы хотите сделать. Напишите в комментариях. Я вам обязательно эту задачу решу и скажу, как это сделать. То есть, просто стоит подумать. Так мы перешли к датчикам. К датчикам и выключателям. Ну, наверное, все-таки нужно начать с датчиков. Датчики бывают, а тут вывалилась батарейка. Все батарейки, практически все батарейки 2032 используются в приборе. Редко, где другие. Вот датчик Mi, вот датчик Agar. Вот этот я больше... Ой, 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 вам не видно, извиняюсь. Вот датчик Mi, вот датчик Agar. Эти датчики немножко различаются. Вот батарейка, которая используется в Agar. И также, ой, это Agar, это Mi. Вот этот датчик мне нравится больше. Здесь больше информации он показывает. Примерно одинаково, да и непримерно одинаково они измеряют температуру, влажность и... Ой, аж там какой-то, не помню что. Ну, пусть даже он мне не нужен. Но раз он более информативный, я его выбираю. Этот датчик у нас стоит на кухне, на вентиляции. Он включает вентиляцию, когда становится... Ну, когда включаете печку и начинаете готовить. Этот датчик у нас стоит на детской кроватке. Если он видит, что влажность становится меньше определенной, он включает увлажнитель. Увлажнитель используется самый обычный, с умной розеткой. Умные... А, мы перешли еще и к умным розеткам. Умные розетки, я уже говорил, Zigbee и Wi-Fi. Wi-Fi толще, Zigbee толще. Точно. Вот две Zigbee, это Wi-Fi. Также есть датчики движения. Датчики движения могут быть Mi, могут быть MiGia, могут быть MiGia. И еще есть датчик, который я не могу, к сожалению, снять. Дело в том, что в настоящий момент здесь присутствуют только те приборы, которые можно демонтировать быстро и показать. Я не хочу ломать дом. Все, что закреплено жестко, то, естественно, я не снимаю. Отличия этих датчиков. Абсолютно нет никаких отличий. Что MiGia, что Mi, абсолютно четко работают. Четко работают. Видят движение. Как только они увидели движение, могут включить умную розетку, могут выключить свет, включить вентилятор. Все, что вы запрограммируете. По сценариям мы отдельно пройдемся. Цена датчиков примерно 600 рублей. Чуть подороже стоит датчик Agara, который, говорю, снять не могу. Он используется на кухне. Включает надракованный свет. Когда подходите к раковине, на определенное время после того, как вы ушли, он выключает. Один датчик стоит в прихожке. Он работает тогда, когда мы ночью встаем, идем, допустим, либо к дочери, либо еще что-то. Прихожка это основное, так мимо прихожки не пройдешь. Он включает в кроватке свет, в прихожке с приглушенный свет. Ну, датчики движения, сами понимаете, как использовать. Либо в сценариях будет разговор, либо дальше. Повторяю, подробное описание и обзоры этих датчиков тоже есть у меня на канале. Смотрите. Датчики убираем в сторону. Температурные тоже в сторону. Также существует датчик окон, либо дверей. Это Agara, это MiGia. Абсолютно одинаковые датчики. Вот нравится вам вот такой формат, покупайте такой. Нравится такой формат, покупайте такой. Никакой разницы, какой выберите. Средняя цена, ну, 500-600 рублей. В группах можно с купоном еще, наверное, дешевле купить. Эти датчики работают так. Магнитный датчик. Разъединился, включился. Закрылся, ну там, выключился. По времени можно использовать. Минуту открыто, выключится. Две минуты открыто, выключится. Там три минуты, а, пять минут, по-моему, выключится. Предустановленные есть сценарии. Переключатели бывают разных видов. Вот такие, такие, такие. Начнем с MiGia. Батарейка. Ну, здесь нет. Двусторонний скотч. Переключатель действует следующим образом. Нажимаем один раз, включилось что-то, что вы запрограммировали. Нажали два раза, включилось то, что вы запрограммировали. Долгое удержание, включилось то, что вы запрограммировали. Или произошло то, что вы хотите, чтобы произошло в умном доме вашем. Также есть от Agara датчик. Он не имеет длительного удержания. Он может только одно нажатие и двойное нажатие. Все, вот такое вот. Но, недавно появились Agara с функцией еще такой. Действует так. Одно нажатие, двойное нажатие, длительное нажатие. И еще встряхивание. Вот так, оп, встряхнули. Произошло событие, которое вы запланировали. Поэтому, естественно, рекомендую покупать вот такие датчики. Ну, чем больше функционала, наверное, тем лучше. Я так считаю. Поэтому, вот рекомендую такие выключатели включать. Не датчики, выключатели. С выключателями пока все. То, если какие-то подробные обзоры нужны, смотрите в видео в ранечных. Переключатель. Также существует переключатель, который встраивается уже в стену. К нему есть повторители. То есть, если вы видите в продаже вот так вот без, ну, скажем так, вот этой внутренней части, это повторители. Они будут повторять их, допустим, этот выключатель у вас стоит где-то в прихожке. А вы хотите перенести повторитель, ну, на любое другое место, где вам удобнее включать. Не знаю, для детей опустить на расстоянии, там, 50 сантиметров от пола. Без проблем, покупайте повторитель и пользуйтесь. А выключатель бывает с нулевой линией. Смотрите, вот нулевая линия. L, L, L. И без нулевой линии. Нулевая линия это 0. Если вы, или есть у вас возможность завести к этому выключателю 0, ну, значит это хорошо. Для чего нужен 0? 0 используется для, ну, не для питания, а для обработки, там, или как сказать. Отличие выключателя с 0 и без. Этот выключатель может показывать расход электроэнергии. Выключатель без 0 не показывает расход электроэнергии. Есть суточный, есть месячный, есть годовой, какой хотите. Все можете посмотреть. Работает следующим образом. Нажали, произошло. Нажали, включилось. У повторителей, допустим, вот если вы возьмете повторитель двойной, новый, который недавно вышел, у него действует следующим образом. Нажал, раз, два, нажал, потом две, нажал, третье. И еще есть четвертое, это длительное удержание. Четыре включения, либо события могут быть вами запрограммированы. Я не знаю, что вы можете. Ну, допустим, вентиляцию включить под этот выключатель, свет включить. Все, что хотите. Если люстра у вас там 60 лампочкой, можете включить 10, 20, там, 30, и длительное 60. То есть вот так вы можете использовать. Ну, это на повторители. Вот этот выключатель, естественно, может включаться только раз, два. Все, больше никак. Теперь, выключатели прошли. Теперь делаем паузу, дальше пойдет разговор о сторонних приборах, которые не Xiaomi. Специально в видео заложу это, потому что я их использую. Кому будет интересно, ну, слава. Я сейчас использую, ну, не сейчас, а давным-давно использую обыкновенную стороннюю камеру, которая помогает работать умному дому Xiaomi. Она нигде не задействована, она стоит примерно тысячу рублей. Она всегда мне даст посмотреть, допустим, что творится в подъезде. Вот. На нее обзор тоже есть, она в умном доме не участвует. Никак. Также есть еще вот такой вот приборы, умные приборы Broadlink. Их очень много. В данный момент это обычный удлинитель на четыре розетки. Сюда я его купил для того, чтобы можно было использовать тайские вилки. То есть все, что хотите, можете это вставлять. Отдельное приложение есть, можете перезагружать его, включать, все, что хотите делать. Приложение на телефон. Есть еще такой вот универсальный пульт Broadlink. То есть, если мы, допустим, видели Xiaomi, то вот в настоящий момент еще можно использовать Broadlink. Тоже инфракрасный пульт. У Broadlink есть еще пульт на 244 МГц. То есть это треугольный Broadlink Pro 3. Можно забивать пульты, которые включают ворота, выключатели умные от Broadlink или другие на 244 МГц. Все, с этим закончено. Сейчас хочу рассказать вам про вот такой вот привод. Значит, это шаровый привод электрический. Они бывают 12-ти вольтовые, 220-ти вольтовые и также 24-ти вольтовые. Вот таким образом. Он, кстати, в другую сторону крутится. Вот таким образом снимается. Это обыкновенный шаровый кран, который у нас стоит на горячей и холодной воде. Привод стоит вот такой, на 220-60-50 лет. Если его использовать суммная розетка от Xiaomi, вот таким образом. Ну, это две розетки будет. Тройник желательно, чтобы был на три розетки. Вставляется один провод сюда, один сюда и третий сюда вставляется. Для чего его можно использовать? Если вы собрались... Ой, стоп, стоп, стоп. Дальше всего у нас лежат датчики протечки воды. Они лежат под раковиной, под ванной, в ванной комнате и лежат в туалете. Датчик протечки воды от агара. Вот так он выглядит. Два контакта. Когда лежит на полу, либо на кафеле, только на кафеле появилась выжатца маленькая воды, ставите его в то место, где вероятнее всего будет вода. Эти контакты замыкаются, на шлюз приходит уведомление. Ой, вернее, шлюз отправляет уведомление вам. И получается, что вы предупреждены о том, что у вас потоп, или подтопление, или капает вода, или еще что-то. И мы возвращаемся к нашему электроприводу. Самое лучшее сделать, когда у вас нет дома, а у вас потоп, закрыть вентиль. И с помощью умной розетки, двух умных розеток и вот такого привода, у вас вода перекроется в течение 15 секунд. За 15 секунд, ну, я не знаю, никакого потопа точно не будет. Как это сделать, естественно, есть видео, смотрите. То есть вот рекомендую. Цена его примерно 800 рублей. Про розетки я, если не сказал, цена розетки от 900 рублей. Датчика протечки воды цена примерно, ну, 800-900 рублей. Цены называю самые низкие, которые у нас в группах есть. Вот еще один прибор, который используется в умном доме Xiaomi. Это умный замок Агар. Вот таким образом он выглядит, ставится на дверь, открывается с помощью отпечатка пальцев. С помощью, так, ключа. Сейчас, нажать надо. С помощью ключа. С помощью приложения не открывается, говорю сразу. Открывается вот с помощью вот такого чипа. С помощью, еще раз повторяю, отпечатка пальцев. Либо вот таких ключей. Все в умном доме это все задействовано. Обзор на замок есть также на канале, можете посмотреть. Ну, все это видно в программе Mi Home. Мы медленно подошли к программе Mi Home. Наверное, все-таки в этом видео не будет ее. Потому что отдельное видео, ну, по крайней мере, раньше было. Можете посмотреть в плейлисте «Умный дом». Все, и те, кто умудрился все-таки досмотреть до конца это видео, я решил устроить конкурс. На канале в настоящий момент примерно 1700 подписчиков. Канал, на канале посмотрели видео более миллиона 100 тысяч раз. Поэтому я решил разыграть денежный приз. Если вам это видео понравилось, и вы, естественно, досмотрели его до конца, поставьте лайк. Если видео наберет 100 лайков, то я... А, в комментариях напишите просто, ну, любое... Да что хотите напишите. Хотите доброе, хотите злое. Мне все равно абсолютно. Не забудьте поставить лайк и написать в комментариях что-нибудь про канал или что-нибудь про это видео. Я разыгрываю денежный приз. На сотовый телефон пришлю победителю. Давайте даже трем победителям. Пришлю энную сумму, ну, не меньше, которую я разыгрывал раньше. Если кто-то участвовал в конкурсе, тот помнит, сколько я разыгрывал. Сейчас будет три приза. Все. Поэтому не забывайте еще раз подписываться на наши группы. Вконтакте, Фейсбук, Инстаграм, Гугл Плюс. Все. Удачи в выигрыше. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok